Геноцидальное преступление по приказу Кремля из Украины принудительно вывезли более 6 тысяч детей. Это те, кого удалось установить. Им насильно меняют родители язык и подвергают политическому перевоспитанию. Это ли не геноцид? Можно ли провести исторические параллели? При этом Россия пропитана насилием не только к украинцам. На фоне войны в стране всплеск насилия. Вернувшись с войны, ПТСР никто не диагностирует. Эти темы обсуждаем дальше, а также то, как Кремль насаждает культ смерти. Путин и его окружение уверяют, что лучше умереть на войне, чем от алкоголизма, и что умереть на 10-30 лет раньше. Не страшно. С нами на связи переводчица, историк Холокоста, который изучает войны и тоталитарные режимы Ксения Кример. Ксения, здравствуйте. Доброе утро. Начнем с последнего. Уже неоднократно мы слышали от Соловьева и от Симоньяна о том, что умереть не страшно. Симоньяна в студии у еще одного пропагандиста Бориса Корчевникова говорила о том, что на 10, на 20, на 30 лет раньше умереть. Это вообще для Вселенной это ничто. О чем это? О чем эти посылы? И как эти посылы воспринимают зрители российского телевизора? Ну это, конечно, говорит о глубоком цинизме Симоньяна. Потому что когда она говорит, что на 20 лет умереть не страшно, она, к сожалению, имеет в виду других, а не себя. Это еще, конечно, свидетельство очень низкой цены человеческой жизни в России. Когда они говорят о том, что альтернатива — это умирать от водки или пойти убивать украинцев, это, конечно, чудовищная картина морального разложения и социального тоже. Я, когда думаю о вашем вопросе, вспоминаю разговор, который у меня случился в день моего отъезда из России, 3 марта прошлого года, когда я, конечно, совершенно в измененном сознании ехала в такси на вокзал, чтобы ехать, ну, как я сейчас понимаю, навсегда из России. И таксист, ну, молодой человек, лет 35, наверное, сложно сказать, бесконечно скроллил свою ленту в телефоне. И мне тогда было важно понимать, как вообще люди относятся к происходящему, понимают ли они катастрофичность того, что происходит. И я какой-то такой светский разговор с ним завела, уже доехав до вокзала, спросила, кажется ли мне, или он с каким-то опрокинутым лицом. И он мне вот выдал сентенцию, которая со мной вот весь год. И она сидит во мне, как какой-то просто шип внутри меня. Он сказал так, скорее бы война, а война шла уже к тому моменту неделю и 8 лет, как мы знаем. Скорей бы война, хочу поскорее ехать убивать украинцев. Он не сказал слово украинцу, он сказал другое слово, которое я в вашем эфире не хочу повторять. Скучно. Да, и вот это скучно, оно во мне сидит, я не знаю даже, но это такая литература ожившая, да, в этом бессмысленность этой русской жизни. Невозможность найти себе цель существования. Что это за жизнь такая, когда, чтобы развлечься и какие-то героические контуры своему существованию найти, нужно ехать убивать людей, невинных, ничем тебе вообще не досадивших никогда. Ну это вам ответ на вопрос, как это воспринимается, да. Люди, живущие бедной, нищей, бесправной жизнью, она не цена им, а чужая жизнь тоже не цена. Вот на кого это рассчитано и вот о чем это нам говорит, мне кажется, в социальном и культурном смысле. Не знаю, со скуки ли Россия делает то, что она делает с украинскими детьми. Я имею в виду то, как вывозят, депортируют, меняют личности, меняют паспорта, документы, усыновливают украинских детей. И вот это вот, я не знаю, вы наверняка видели разговор детского омбудсмена Марии Львова, Львова, как ее, Львова Белова, да, когда она сидит с Путиным и говорит, что с улыбкой, с такой легкостью, что я установила 15-летнего ребенка с Донецка, с Донбасса, теперь я знаю, с Мариуполя, теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. И так это все легкость. Ну, у меня, когда я это видела, у меня волосы просто дыбом и кровь в жилах застывает от ужаса. Потому что я предполагаю, что с родителями этого ребенка могло произойти. Это как ужасно, 15-летний это уже не ребенок, это уже взрослый человек. И вот это факт усыновления, это просто все с точки зрения истории, с точки зрения европейского, мирового права, то, что Россия делает с украинскими детьми, можно ли назвать это геноцидом? Безусловно, безусловно. Вот вы говорите, рассказываете эту историю, я тоже обратила внимание именно на Львову Белову и ее усыновленного ребенка. Она военная преступница, конечно, по факту всего этого. У меня мурашки по коже, мне кажется, действительно, это один из самых страшных сюжетов, хотя мы очень много страшного видели в эту войну. Конечно, это геноцид, и нужно вернуться к определению геноцида, предложенного в 1933 году. Кстати, выпускником Львовского университета Рафаэлем Ленкиным, под впечатлением от еврейских погромов начала века, турецкой резни армян, вернемся к определению геноцида, и там насильственный вывоз детей это одно из пяти определяющих характеристик геноцида, потому что целью, конечно, всего этого является смена идентичности насильственной, им тут же выдают российское гражданство. Понятно, что это абсолютно людям, которые знакомы с некоторым внутренним устройством российской жизни, понятно, какой это цинизм, в каких целях это на самом деле делается. Огромное количество людей годами ждут гражданства, они могут его получить, подвергаются издевательствам, а здесь дети, которых подвергают этому переобразованию, самые замшелые советские и российские клише вкладывают в них и подвергают их этим гимнам и рассказам про Великую Отечественную войну и прочему этому ужасу. Понятно, что цель уничтожить их, стереть их украинскую идентичность, им меняют личность, потому что изменяют документы, если их увозят и усыновляют, их потом трудно обнаружить, вывезти обратно. Считается, что родители должны сами приехать за ними, вот эти истории с летними лагерями, но это бедные семьи, у которых нет денег, идет война, они не могут добраться до своих детей. В общем, это кромешная катастрофа, и мы прекрасно знаем, как к детям относятся в России, какое количество сирот при живых родителей, как на этих детей наплевать, но они, конечно, тут же вытаскиваются, несчастные малютки тут же вытаскиваются всегда, как пропагандистский инструмент, что все для детей. Вот живые дети украинские, у которых есть родители у многих, а у тех, кого нет, у них есть страна и родина, идентичность и язык. Вот что с ними делает вот это чудовищное государство, которое вкатилось на танк. Это чудовище, да. Да, Ксения, вот в нацистской Германии тоже применяли такую практику стирания идентичности славянским детям. Не всем, да, там тоже был определенный отбор. Чем это все закончилось для нацистской Германии, мы знаем. А чем это все закончилось для тех детей, которые подвергались вот этому стиранию идентичности? Это очень хороший вопрос, и, конечно, про это думаешь в первую очередь, как историк. Вы имейте в виду программу Let It's Born, история жизни, которая была, это какой-либо любимый проект Гиммлера, лидера СС, она была придумана в 1935 году как ответ на демографический кризис, попытка повысить искусственную рождаемость правильных, полноценных арийских и генетически полноценных детей. Сначала речь шла о женщинах, в которых были незаконные рождаемости, по тем временам это звалось, дети от эсэсовцев, для того, чтобы они сохраняли беременность, им там помещали в специальные центры Let It's Born, и этих детей воспитывали, передавали. Потом во время эскалации военных действий во время Второй мировой войны немцы стали увозить с оккупированных территорий или немецких этнических детей, но часто польских или чешских детей, похожих, подходящих под эти арийские характеристики, передавали их в семьи немецкие, которым не говорили, что родители этих детей живы. И тут была трагедия и этих детей, которые зачастую были маленькими во время усыновления, не помнили свои еврейские семьи, были и еврейские дети, кстати, тоже случайно, знаешь, не очень много, потому что должны были быть голубоглазые блондины в основном, или польские семьи, или чешские семьи, и немецкие усыновители были единственной реальностью для этих детей. И после войны, когда начали возвращаться за ними зачастую родители, это была огромная трагедия. Их отрывали от единственной семьи, которую они знали. И как тут установить справедливость? Кому эти дети на самом деле принадлежат? Биологическим родителям, которые зачастую были ужасно травмированы войной. Это описано и документальными фильмами, и литературой, и историографией. Это ужасная трагедия, конечно. Ничего хорошего. Мы здесь никакой хорошей развязки, счастливой ожидать не можем в любом случае, если родители воссоединятся. Потому что мы же всё-таки хотим, то есть мы, конечно, хотим, чтобы эти дети никуда не уезжали, но даже если их усыновляют, уже исходим из этой реальности, которая есть, конечно, хочется, чтобы хотя бы усыновители были человечными и добрыми. Но эта привязанность тоже работает против. А потом их трудно будет возвращать в Украину. В общем, это ужасно всё. Я даже не знаю, как про это говорить. Это преступление. Отдельная тема о тех, кто возвращается с войны, о солдатах, которые возвращаются с Украины, более того, о вагнеровцах, это бывшие зэки, которые тоже возвращаются в города, в семьи. Вот как с этим обстоят дела, как Россия реабилитирует, пытается реабилитировать этих людей, работать с ними в психологическом плане или нет. И что вам известно, вот год уже прошёл полномасштабного вторжения, о уровне преступности, уровне насилия в России. Вырос ли он? Да, безусловно, вырос. Я начну с второй части. Безусловно, вырос, иначе было бы быть и не могло. Потому что, конечно, общество, хотя оно усиленно делает вид, особенно в центральных городах, что ничего не происходит и ничего не изменилось, конечно, оно подспудно ощущает вот этот грохот и гул происходящей катастрофы. Она пока не ощущается как своя, но она очень рядом. И, конечно, огромное количество людей, ментальное здоровье которых пошатнулось в результате этих событий. Люди, которые возвращаются с фронта в разной степени, покалеченности, должны ещё понимать, что определенная категория людей попала на фронт, а попала на войну. И поехала на войну добровольно или в силу мобилизации. Но это тоже добровольно, потому что мобилизации можно избежать всё-таки, если включить голову и сердце. Иначе быть не может. Военное время — это всегда время, как бы сказать, укрепляющегося социального несчастья. Но мы ещё понимаем, что есть дополнительный фон — это бедность, это разрушение каких-то привычных экономических структур, люди теряют работу, у людей серьёзно снижается доход. Не во всех группах равномерно, но тем не менее. Эта преступность связана ещё и с этим, что люди не могут себе найти никакого занятия. Нам известно, люди, которые занимаются мониторингом домашнего насилия, нам известно, это не только российский опыт, как возвращающиеся бойцы. Это насилие и нездоровье выплёскивают на своих домочадцев. И это огромная социальная проблема, которую, конечно, Россия не решает и не занимается этим, потому что все гражданские институты, которые этим занимались, все благотворительные организации, инициативы, они все разрушены. Они или выдавлены из страны, или существуют с ограниченным финансированием. и с всевозможными препонами к своей деятельности. Это не приоритет. Человеческая жизнь, человеческое благополучие, реабилитация, о чём вы говорите? Это не то общество, которое этим озабочено. Сейчас не только туда что. Да, Ксения, к сожалению. Ксения Кример, переводчица, историк Холокоста, которая изучает войны и тоталитарные режимы. Мы с ней поговорили о геноцидальных преступлениях России.